Мы продолжаем выпуск. Новшества в нейрохирургии. В отделении нейрохирургии областного медицинского центра появилось новое оборудование. Опухоль мозга, нарушение центральной нервной системы и другие заболевания отныне смогут лечить и в угольной столице. Сейчас карагандинские медики, под чутким руководством российских коллег, обучаются работе на новейших аппаратах. Необходимость новых технологий для обследования и лечения таких тяжелых болезней, как опухоль мозга и нарушение центральной нервной системы, врачи отмечают единогласно. Наставленные аппараты из Германии позволят сделать прорыв в развитии нейрохирургии области. Сегодняшний мастер-класс позволит лечить больных, находящихся в критическом состоянии внутричерепного давления, говорит Ербол Нургожин. Само проведение мониторинга дает возможность нашим докторам выбирать точный момент в лечении вот этих больных, которые находятся в коме. И это немаловажно. Раньше, если все ориентировалось на клинику, на показатели какие-то дополнительные, вспомогательные. Мастер-класс провели российские ученые, прибывшие в шахтерскую столицу из Московского университета имени Склифосовского. В мероприятии участвовали более 40 сотрудников отделения нейрохирургии и реаниматологии. Нужно отметить, что московская клиника еще в советские времена являлась одной из самых передовых. В этом году клинике исполняется 100 лет. Врачи продемонстрировали германские аппараты, выпущенные фирмой Спильберг. Стоит новое оборудование около 2 миллионов тенге. Устройство, называемое болт, сейчас чуть позже покажу, они вкручиваются в груз черепа и позволяют надежно фиксировать датчик. Единственный нюанс, здесь требуется калибровка, но она достаточно простая. В комплекте стоит отвертка. У основания черная часть датчика, который подсоединяется к провода монитора, есть небольшое отверстие. При помощи отвертки небольшим поворотом надо установить ВЧД на ноль на мониторе при подключенном. После этого уже можно имплотировать датчик полосчерепа далее. В первой части врачи изучили модель монитора, а во второй части медики смогли наглядно увидеть процесс работы нового аппарата. Аида Ибраева, Лжас Габасов, Евгений Афанасьев, 1-й Караганинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова